Библейский портал экзегет.ру представляет Книга-числа, перевод российского библейского общества, первая глава для библейского портала экзегет. Ну, давайте я вас сразу предупрежу, что это одна из самых скучных книг в Библии, при этом довольно большая. Хотите вы ее слушать, не хотите, ваше решение для комплекта, она, конечно, нужна. Я немножко издеваюсь, конечно, сейчас над нашими слушателями и зрителями, но зато честно предупреждаю. Почему я так говорю, что, ну вот, я так не скажу про второзаконие, я так не скажу уж, тем более, там, про исход, уж про бытие даже и близко. Потому что книга-чисел — это такой внутренний документ. Это документ общины, которая странствует по Синайской пустыне, которая должна из Египта перейти в обетованную землю, но у нее это не получается, и в этой книге, кстати, хорошо описано, почему. И, собственно говоря, вот вся их внутренняя переписка, вот их перечисление людей и все остальное в этой книге, для нас это неактуально. Да. Для Древнего Израиля было актуально очень, потому что человек ощущал себя частью родового общества, и ему было важно себя вот где-то зафиксировать. Мы любим смотреть атласы или я, например, ну, наверное, не я один, или там электронные карты, снимки из космоса. Что мы находим? Свой дом, прежде всего, правда? Потом какие-то другие места, которые нам интересны, дороги, где мы бывали, где мы любим бывать, куда мы в отпуск, например, поедем. Вот это то же самое. Это вот такой атлас, где можно найти свой дом или место дорогое для себя. Только это не место, а человек. «И сказал Господь Моисею в Синайской пустыне в шатре встречи в первый день второго месяца второго года после ухода сынов Израилевых из Египта». То есть, в общем-то, сразу после шатер встречи, трудно сказать, что это такое однозначно, но часто отождествляют соскини, которая была построена по образцу, показанному Моисеем, но такое ощущение, что он был раньше, что это, собственно говоря, первое такое сооружение, где Моисей встречался с Богом и, в общем-то, где Бог встречался со своим народом. Вот, соответственно, в этом шатре во время встречи они и беседуют. «И что же говорит ему Господь? «Сделайте перепись всей общины сынов Израилевых по семьями родам, всех мужчин поименно с указанием общего числа, всех сынов Израилевых от двадцати лет и старше способных носить оружие. Вы с Аароном должны их переписать отряд за отрядом. Из каждого племени вам будет помогать один человек, предводитель родов этого племени». Зачем нужна эта перепись? Здесь, кстати, интересно, что в дальнейшем, когда, например, царь Давид устроит перепись, это будет понято как грех перед Господом, и за это будет определенное наказание. Ну, видимо, это связано с тем, что народ должен осознать себя. И здесь Господь ему дает это поручение, в дальнейшем, если это будет царь, то царь как бы выступает вместо Бога, поэтому ничего хорошего в этом нет. А вот здесь народ должен понять, кто мы, где мы, как мы относимся друг к другу, какая связь между нами, сколько нас. И мы при этом все божьи. Вот имена людей, которые будут помогать вам. Илья Сав, сын Деуэла, от племени Нефалима Ахира, сын Энана. Это самые уважаемые люди общины, вожди племен, главы кланов Израиля. Нам ничего не говорит, да, но вот я бы привел такую параллель. Сегодня, например, люди стараются сохранить память о своих предках, особенно это связано с Великой Отечественной войной, там, скажем, «Подвиг народа», сайт в интернете или акция «Бессмертный полк», где сохраняются имена. Вот не просто миллионы людей, которые участвовали в войне, погибли или уцелели, но кто конкретно, как его звали и кто он мне. Вот то же самое было тогда, только это главное событие, это исход. Ну или в США «Мэйфлауэр», знаменитый корабль, который перевез первую партию пилигримов-переселенцев к берегам Нового Света. И люди, у которых там был предок, они очень этим гордятся, они возводят свою генеалогию к нему. Вот кто эти люди? Вот точно так же древние израильтяне. «Моисей и Аарон вместе с этими людьми, названными поименно, в первый день второго месяца собрали всю общину и занесли всех мужчин, а двадцати лет и старше, в списки по семьям и родам, поименно, с указанием общего числа, как и повелел Моисею Господь. Так в Синайской пустыне Моисей сделал перепись сынов Израилевых. Почему только мужчины, к тому же, от двадцати лет? Разве не интересно, сколько всех остальных? Женщин, детей? Ну, формально перепись войска, то есть те, кто может взять в руки оружие и участвовать в войне. Поэтому это мужчина от двадцати. С тех пор, как видим, призывной возраст несколько понизился. Но почему так? Ну, потому что это армия. Потому что даже во времена мира войско и народ – это одно и то же для древнего Израиля. И, соответственно, женщин, ну, понятно, что их примерно столько же, сколько мужчин. Детей, вот, правда, неизвестное количество, но в те времена детская смертность высокая, поэтому, собственно, количество детей, оно ни о чем не говорит. А потом каждый мужчина – это, ну, либо глава семьи, либо в скором будущем глава семьи, да, если молодой парень пока не женатый. Соответственно, можно сказать, что это перепись домохозяйств вот нынешних, как сегодня это называется, домохозяйства нынешних, и на ближайшую перспективу. Что, в общем, может быть важнее абстрактного числа людей вообще. Ну, и дальше приготовьтесь к длинному перечню. «Потомки Рувима, первенца Израилева, то есть первого сына человека по имени Яков или Израиль, все мужчины от 20 лет и старше, способные носить оружие, были занесены в поименные списки семей и родов с указанием числа людей». То есть, кажется, не каждого человека поименно, но семьи, да, вот такие-то, там, Петрова, Иванова, Сидорова, да, с указанием числа людей. «В племени Рувима было переписано 46 500 человек. Потомки Симеона, все мужчины от 20 лет и старше, способные носить оружие, были занесены в поименные списки семей и родов с указанием числа людей. В племени Симеона было переписано 59 300 человек. Потомки Гада, от 20 лет и старше, способные носить оружие, были занесены в поименные списки семей и родов с указанием числа людей. В племени Гада было переписано 45 650 человек. Потомки Иуда, 20 лет и старше, способные носить оружие, были занесены в поименные списки семей родов с указанием числа людей. В племени Иуда было переписано 74 600 человек. Потомки из Сахара, 20 лет и старше, способные носить оружие, были занесены в поименные списки семей родов с указанием числа людей. В племени из Сахара было переписано 54 400 человек. Но я же предупреждал, что будет не очень интересно, по крайней мере, в этой главе. Потомки Завулона, от 20 лет и старше, способные носить оружие, были занесены в поименные списки семей родов с указанием числа людей. В племени Завулона было переписано 57 400 человек. Переписаны были потомки Иосифа, тут немножко иначе, потому что от Иосифа два племени или колена, Ефрема Моносея. Потомки Ефрема, от 20 лет и старше, способные носить оружие, были занесены в поименные списки семей родов с указанием числа людей. В племени Ефрема было переписано 40 500 человек. Потомки Манасии, от 20 лет и старше, способные носить оружие, были занесены в поименные списки семей родов с указанием числа людей. В племени Манасии было переписано 32 200 человек. Потомки Вениамина, от 20 лет и старше, способные носить оружие, были занесены в поименные списки семей родов с указанием числа людей. В племени Вениамина было переписано 35 400 человек. Потомки Дана, от 20 лет и старше, способные носить оружие, были занесены в поименные списки семей родов с указанием числа людей. В племени Дана было переписано 62 700 человек. Потомки Асира, 20 лет и старше, способные носить оружие, были занесены в поименные списки семей родов с указанием числа людей. В племени Асира было переписано 41 500 человек. Потомки Нефалима, 20 лет и старше, способные носить оружие, были занесены в поименные списки семей родов с указанием числа людей. В племени Нефалима было переписано 53 400 человек. Таковы итоги переписи, проведенной Моисея Роном и двенадцатью вождями Израиля, каждый из которых представлял роды своего племени. Всего сынов Израилевых от двадцати лет и старше, способных носить оружие, записанных по родам, было 603 тысячи 550 человек. Довольно большое число, смотрите, полмиллиона одних мужчин взрослых, значит, общее население, ну, миллиона два-три минимум, да, потому что еще женщины и детей довольно много. В общем, с точки зрения такой, естественно, научной, ну, трудно себе представить, что их было действительно столько, но проверить мы этого не можем в любом случае. Но, вот еще интересный момент, племя левитов не было включено в перепись. Господь сказал Моисею, племя не леви, не включай в эту перепись, не пересчитывай левитов вместе с сынами Израилевыми. Поручи левитам смотреть за скинией завета, за всеми ее принадлежностями и всем, что к ней относится. Пусть они носят скинию, все ее принадлежности, пусть смотрят за скинией, они должны располагаться вокруг скинии. Когда скинию нужно снимать, пусть левиты ее разбирают, а когда скинию нужно ставить, пусть они ее собирают. Скиния – это уже у нас переносной шатер, да, то есть его разбирают и собирают. Они кочевники, и в данный момент они свою скинию, свой шатер бога, как большой, но такой же шатер носят с собой. Если же к скинии приблизиться постороннее, его следует предать смерти. Пусть цены Израилевы располагаются в стане по отрядам, пусть каждый воин находится в своем войске, в своем отряде. А вокруг скинии Завета должны располагаться левиты, чтобы гнев не пал на общину сынов Израилевых. Левиты отвечают за скинию Завета. То есть, смотрите, они, как не только, что мы сегодня назовем, обслуживающим персоналом, хотят несколько пренебрежительно, но и как такая ограда вокруг скинии, никто не должен за нее браться. Почему же они не включены в перепись? Казалось бы, у них особо почетная обязанность, наоборот, их надо было первыми. А мы же уже говорили, что перепись – это войско. То есть, те, кто выступают на войну, на войне важно знать число отряда. А левиты, они служат Богу, здесь число не важно. Поэтому на самом деле мы даже не знаем, сколько их было. Сыны Израилевы в точности исполнили все, что Господь повелел Моисею. Ну вот, книги пяти книжей, исторические книги, числа из них, может быть, самый яркий пример. Будет давать много примеров обратного, когда сыны Израилевы совершенно этого не исполняют. Но здесь вот в том, что касается устройства, как ни странно, такая бюрократическая, казалось бы, часть. Эти переписи, кому это все интересно, списки какие-то. Вот здесь они устраивают все, как сказал Господь. Там, где речь идет о сути, там вот начнутся всякие отхождения, всякие сомнения. Но об этом мы еще прочитаем в других главах. Спасибо. Спасибо.